Всем привет! И в этом ролике мы с вами будем говорить про все нововведения, которые были в язык JavaScript. Их было достаточно много, поэтому я решил записать этот мини-курс, данное видео, где я собрал воедино все основные концепции, которые были введены в язык, и вы сможете в одном ролике с ними познакомиться, может быть что-то вспомнить, или может быть что-то для себя узнать. Поэтому сразу же давайте приступать. И первое, давайте разберемся, как мы будем организовывать процесс данного ролика. Я буду показывать все в текстовом редакторе WebStorm и буду запускать скрипты, которые я напишу на платформе Node.js. То есть я буквально через минуту покажу, как это будет происходить. Но если у вас не стоит платформа Node.js, то вы можете ее скачать на официальном сайте Node.js.org. И здесь, соответственно, есть кнопочка, позволяющая скачать последнюю версию. И дальше, даже если у вас другой редактор, я все равно покажу, как вы можете запускать в таком же формате скрипты, что и я. Ну и либо другой вариант, вы можете создавать скрипты, подключать их к индексу HTML какому-нибудь и запускать его в браузере. Теперь переходим к контенту самого урока. Как я говорил, мы разберем 14 больших тем, которые появились в языке JavaScript с момента 2015 года, когда было введено такое понятие, как ECMAScript 6, где ввели большое количество новых концептов. Ну и впоследствии мы разберем также новые элементы, которые появлялись позже. Начинать мы будем с простых тем и постепенно их усложнять. Поэтому первая самая базовая тема, которую нам необходимо разобрать, это создание переменных с помощью двух ключевых слов let и const. Поэтому я буду создавать такой файлик, допустим, номер первой темы, краткое название темы. И впоследствии весь код, который я напишу, я выложу на GitHub и привожу в описании к данному ролику. То есть вы сможете скачать исходный код, поиграться с ним и вспомнить, допустим, какие-то концепции основные. То есть это будет для вас такая шпаргалка. И теперь давайте переходить к переменным. Значит, давайте вспомним вообще, как ранее создавались переменные в JavaScript. По сути, у нас было только одно ключевое слово var. Ну и давайте, допустим, здесь я создам переменную num, которая, конечно же, будет равняться 42. Ключевое слово var, оно в переводе с английского, да, если полностью посмотреть на слово variable, означает переменная. То есть мы создаем некоторую переменную, и в принципе это соответствует реальности, потому что, по сути, мы могли и переназначать данную переменную, да, потому что она могла меняться, например, на какую-то строчку. И никаких ошибок у нас не будет, да, потому что мы могли делать переассайн, то есть так var и работает. Теперь давайте покажу, как я буду запускать. То есть я могу кликнуть правой кнопкой в WebStorm и нажать run этот файл. И в итоге мы получаем строчку с результатом. Если у вас не WebStorm, то вы можете открыть терминал внутри вашего проекта и написать команду node, и дальше название файла. В моем случае это 1, дальше я нажимаю tab, и мне подгружается название целиком файла. То есть, как видите, мы здесь получаем тот же самый результат. Но я буду пользоваться средой, чтобы было удобнее, вы можете запускать, как вам комфортно. Теперь давайте рассмотрим, какие есть особенности с ключевым словом var. Допустим, давайте разберем такой пример. То есть вначале я напишу console.log, и сюда выведу какую-нибудь переменную, которой пока нет. Например, переменную a. Далее, допустим, я напишу перед console.log в блоке if, скажем, мне просто здесь блок if нужен, то есть я поставлю условие true, то есть этот if будет всегда выполняться. И здесь я создам эту переменную a, которая будет равняться 42. Сейчас, если мы запустим скрипт, то мы увидим здесь значение 42. То есть, несмотря на то, что мы объявили переменную в каком-то блоке, мы все равно можем к ней обращаться. Да, и это как раз-таки особенность ключевого слова var. Но в новом ECMAScript появился другой способ создания переменных, и давайте рассмотрим ключевое слово let. Ключевое слово let позволяет нам создавать переменные, которые, соответственно, мы можем делать переассайн, то есть менять их значения, например, на другой тип данных. И, допустим, теперь переменную a я буду создавать не через var, а через ключевое слово let. И, в принципе, мы уже сейчас видим, что WebStorm меня подсвечивает, что данный скрипт не будет работать, но если я его запущу, то мы здесь получим ошибку. Ошибку мы получаем, которая говорит, что a is not defined, то есть a еще не определена. Потому что любые переменные, которые объявлены с помощью ключевого слова let, они видны только внутри тех фигурных скобок, которым они заключены. Да, и, соответственно, сейчас, если мы создаем переменную a внутри if, то она существует только внутри данного if. Вне его она не существует. При этом есть и другие особенности. Например, если я создам переменную a вне блока if, допустим, у него будет значение 24. Если я сейчас запущу скрипт, то мы не получаем никакой ошибки. То есть в консоли мы здесь получаем a, который равняется 24. При этом мы внутри блока if также создаем переменную a. Но если мы здесь посмотрим на нее, допустим, я ее выведу с строкой a, то мы получаем два разных значения. То есть подобные вещи, они не конфликтуют, но при этом данное объявление переменной является приоритетнее, чем эта переменная в блоке if. Окей, двигаемся дальше. И дальше давайте поговорим про то, что такое хостинг. Даже напишу комментарий. По сути, давайте вначале рассмотрим также отличие var от let. То есть ранее в JavaScript мы могли написать следующим образом. Допустим, я мог создать переменную b, которая равняется, например, 10. И, скажем, до того, как я объявлял переменную b, я могу ее попробовать вывести в консоль. Скажем, b. И если я запущу сейчас скрипт, то здесь я получаю undefined. Да, потому что мы обращаемся сейчас к переменной b, которая, по сути, объявлена позже. Но при этом, что интересно, я могу задать значение b, например, скажем, 20. И сейчас, если я запущу скрипт, то здесь я получаю 20. То есть, по сути, мы можем обращаться к переменной b еще до того, как мы его объявили. Да, но при этом, если я сейчас напишу ключевое слово let здесь, то мы получим здесь ошибку. Потому что переменные, которые созданы с помощью ключевого слова let, а на самом деле так же с помощью ключевого слова const, они не хостятся. То есть мы не можем к ним обращаться до того, как мы их объявили. В этом тоже заключается большое отличие. При этом мы можем привести достаточно интересный пример. То есть, допустим, я заведу функцию, которая называется hoisted, но называть ее можно абсолютно как угодно. Это просто, чтобы было более наглядно. И, например, здесь я обращусь к переменной age, которая пока у меня не существует, которая ставит, например, значение 26. При этом сейчас данная функция, она не имеет в себе никакой переменной age, поэтому, так как мы работаем в JavaScript, то она будет обращаться к глобальному сколпу, то есть вышестоящему сколпу. В данном случае этот сколп является модулем и будет пытаться найти в нем эту переменную. И здесь, допустим, если я создаю переменную age, и после того, как я создам эту переменную, я вызову функцию hoisted. Если мы сейчас посмотрим на то, что такое age, то в данном случае мы уже получаем 26. То есть здесь интересно получается, что если мы объявляем такую переменную, допустим, обращаемся к переменной age еще до того, как она была объявлена, но при этом мы делаем это в функции, то такое возможно. Теперь давайте поговорим про то, что такое ключевое слово const. Во-первых, к ключевому слову const также характерны все те свойства, что мы перечисляли при хостинге для ключевого слова let, но при этом с const существуют и другие отличия. То есть, по сути, константами являются те переменные, которых нельзя изменить. И отчасти это верно для JavaScript, но не совсем. То есть, допустим, мы можем создать, например, переменную color и в нее положить какое-то значение. Например, такое значение. Мы можем на него, безусловно, посмотреть. Мы получим просто строковое значение, все здесь работает корректно. Но учитывая, что мы задавали данную переменную через ключевое слово const, то, соответственно, мы не можем присвоить ему какое-то новое значение, например, значение черного цвета. Мы сразу же видим, что уже есть ошибка. Если я попробую запустить данный скрипт, то мы получаем здесь сообщение, что assignment to constant variable. И это не получается сделать. То есть, пока что с примитивными типами константы работают действительно как константы. Однако, стоит учитывать другой очень важный момент. Что, допустим, если я создам какой-нибудь массив, скажем, состоящий из чисел Fibonacci, которыми мы будем активно пользоваться на протяжении данного видео, то, безусловно, переменной array я не могу присвоить какое-то новое значение, например, строки или числа. То есть, видно уже, что есть ошибка. При этом я могу изменять внутреннее состояние данного массива. То есть, например, здесь я выведу в консоль, здесь я закомментирую цвет, массив, а далее попробуем в него что-то положить с помощью, например, метода push. Следующее число у нас 13. И снова посмотреть на то, что такое у нас array. Мы видим, что мы получаем, по сути, два разных массива, потому что мы его изменили. И это означает, что внутреннее состояние массивов мы можем менять. То есть, мы можем его очистить, мы можем удалять какие-то элементы, мы можем массив соединять с другими массивами и так далее. Но что запрещает делать константа? Константа, по сути, просто берет и запрещает делать переассайн. То есть, мы не можем сделать присвоение на другой тип данных или, например, на другой массив. Этого мы сделать не можем. И ровно такой же пример у нас присутствует и с объектами. То есть, допустим, у меня есть какой-то объект, скажем, у него есть поле A, которое равняется 42. И я также не могу изменить этот объект, например, просто на 24 или на строчку, потому что это константы. Но при этом я могу добавлять этому объекту новые поля, например, name равно Игорь и так далее. Могу удалять эти поля и прочее. То есть, внутреннее состояние этого объекта я могу изменять. Если мы посмотрим на него в консоли, то получаем, соответственно, исходный уже объект с измененным полем добавленным. То есть, с константами стоит быть внимательными, потому что для сложных элементов по типу массивов или объектов мы можем менять их внутреннее состояние, и это как бы не совсем константы. Теперь идем дальше. И следующая тема, которую мы разбираем, это стрелочные функции. Я так и назову модуль error functions.js. И для начала давайте разберемся, как вообще работали до этого функции в JavaScript. Ну, для примера я создам две функции. Скажем, функцию sum. То есть, мы создаем их с помощью ключевого слова function. По большей части. Допустим, функция принимает два параметра. Ну и, например, учитывая, что это сумма, то я просто напишу здесь a плюс b. И, например, я создам еще функцию cube, которая принимает в себя один аргумент a и возводит его в cube. Здесь мы можем также воспользоваться новым оператором в JavaScript, который позволяет возводить в определенную степень. Да, и здесь я указываю номер степени. То есть, это то, как мы создавали функции ранее в JavaScript. Но сейчас появился новый синтаксис, который называется стрелочные функции. И в первую очередь, конечно, это более удобный и лаконичный синтаксис. Но далее мы разберем еще одну особенность, которая присутствует у стрелочных функций. То есть, например, если мы хотим переписать данную функцию на стрелочную функцию, то это будет выглядеть следующим образом. Здесь мы можем создать какую-то переменную, например, с помощью ключевого слова const или с помощью ключевого слова let или даже с помощью ключевого слова var. В принципе, мы здесь не ограничены ничем. То есть, мы просто создаем переменную. Я назову ее так же, как и sum. И далее мы ей присваиваем какое-то значение. Здесь у нас есть круглые скобки. И дальше мы рисуем вот такую стрелочку. То есть, поэтому функции называются стрелочными. И далее указываем в фигурных скобках то тело функции, которое должно быть выполнено. То есть, если посмотреть, то на самом деле здесь синтаксис очень похож. Ну и давайте перепишем функцию sum. То есть, данные круглые скобки, они нужны для того, чтобы принимать аргументы. Например, a и b. А в фигурных скобках у нас происходит ровно то же самое, что и происходило до этого. То есть, мы просто можем написать return a плюс b. Да, и подобный синтаксис, он абсолютно идентичен тому, что было написано ранее. Если мы посмотрим в консоль на работу функции sum, допустим, 41 и 1, то мы должны получить здесь значение 42, что, в принципе, соответствует действительности. Если мы, допустим, перепишем функцию cube, то тоже это будет выглядеть следующим образом. const cube. Здесь мы принимаем параметр a и здесь возвращаем a умноженное на 3, возведенное в степень 3. И сейчас, если мы вызовем функцию cube, допустим, со значением 2, то мы должны получить здесь 8. Однако, у стрелочных функций есть ряд преимуществ. То есть, например, если у нас присутствует всего лишь один аргумент, как в случае функции cube, то здесь мы можем избавиться от круглых скобок и написать таким образом. Хотя, в случае, если тут у нас присутствует два параметра, то сделать мы этого не можем. Если мы сейчас опять проверим код, то все работает как и прежде. Но есть еще одна крутая особенность, что если, допустим, наша функция пишется в одну строчку и, допустим, у нее присутствует только какой-то return, то мы можем сократить данный код. И мы можем просто убрать return. Далее, то, что было после return, мы можем, допустим, вырезать и, убрав фигурные скобки, написать таким образом. То есть, сейчас функция cube, она абсолютно идентична тому, что и было ранее. То есть, если у нас нет фигурных скобок, то в таком случае JavaScript считает, что данное значение, то, что здесь получается, нужно вернуть. И если мы запустим сейчас данный скрипт, то мы получаем предыдущее значение, то все работает корректно. В принципе, то же самое можно сделать и в функции sum. То есть, здесь у нас присутствует только одна строчка, поэтому мы можем написать таким образом. И это тоже будет работать. То есть, видно, что синтаксис очень лаконичный и вообще это называется лямбда-функция. Да, они, в принципе, очень удобны и часто используются в том же самом функциональном программировании. Допустим, давайте это я закомментирую, как мы можем еще применять стрелочные функции. Ну, например, вам известна функция setTimeout, которая принимает в себя callback-функцию, ну и которая в консоль может там, допустим, что-то выводить, скажем, after one second. Вы наверняка часто встречались с таким синтаксисом, да, если мы запустим скрипт, то через секунду мы получаем нужный консоль лог. При этом сейчас мы можем использовать также здесь стрелочную функцию, чтобы не писать, например, вот это вот длинное слово function. да, то есть мы его просто удаляем и дальше после приема параметров мы пишем здесь стрелочную функцию. Можно оставить таким образом, и все работает так же, но учитывая, что здесь всего лишь одна строчка, то мы можем также убрать и фигурные скобки, написав таким образом. Да, и это будет ровно то же самое, что и было до этого. Однако помимо синтаксиса в стрелочных функциях присутствует еще одно очень интересное преимущество, или лучше сказать особенность, которая связана с контекстом. Поэтому давайте рассмотрим, как стрелочные функции работают с ним. И для примера я создам две функции. Первую функцию через ключевое слово function, ну, которую я назову, например, допустим, просто log. И данная функция просто будет выводить в консоль log ключевое слово this. Далее я создам другую переменную, допустим, я ее назову arrow log. И это будет стрелочная функция, которая тоже будет в консоль log выводить this. То есть, по сути, две одинаковых функции, но при этом они внутри работают с ключевым словом this. Теперь я создам, допустим, объект person. и у него задам, ну, какие-то базовые поля. Например, name Елена, скажем, age 20. И далее я могу задать в качестве некоторых ключей еще и функции. То есть, например, функцию log, которая равняется старой функции log. И, например, функцию error log, которая равняется error log. Теперь, если я обращусь к объекту person и, допустим, вызову метод log, который работает у нас со старым синтаксисом, с ключевым словом function, то если я запущу, то мы получаем вот такой объект, который, по сути, указывает на сам объект, в контексте которого все это было вызвано. То есть, учитывая, что функция log у нас обращается к контексту this, то мы здесь и получаем сам объект. И, в принципе, действительно так это и работает. Однако, если мы вызовем функцию error log и запустим скрипт, то здесь мы уже получаем пустой объект, который на самом деле указывает на глобальный объект в Node.js, который называется global. В данном случае он показывает нам некоторые элементы, но здесь интерпретатор, он немного сократил просто log. То есть, в действительности, сейчас нам показывается объект global. Если вы, допустим, запускаете это все в браузере, то тогда будет показываться объект window. И давайте попробуем разобраться вообще, почему. На самом деле, когда мы создаем ключевую функцию через ключевое слово function, то данный синтаксис, он берет и создает как бы свой собственный контекст, и у него присутствует ключевое слово this, которое указывает на эту функцию, в контексте которой она была вызвана, в контексте объекта которого это было вызвано. А когда мы создаем стрелочную функцию, то у него не присутствует своего собственного контекста, то есть он не создает его, и поэтому внутри стрелочных функций ключевое слово this всегда указывает на контекст, который стоит выше. И для того, чтобы понять, как это работает, мы можем создать, допустим, функцию delayLog. Это будет пока что функция. И внутри я хочу, допустим, в setTimeout пока что старым методом вывести, допустим, поля этого объекта в консоль. Скажем, thisName плюс пробел плюс thisAge. То есть мы работаем внутри объекта, и поэтому все это нам доступно. Например, через 500 миллисекунд. Однако сейчас, если я обращусь к персону и вызову метод delayLog, то давайте посмотрим, что у нас будет. Мы получаем здесь значения undefined и undefined. Почему так происходит? Потому что, если мы внимательно посмотрим, то delayLog у нас определена как функция, через ключевое слово function. И поэтому контекст внутри этой функции указывает на объект person. Но если мы внимательно еще раз посмотрим на функцию delayLog, то здесь присутствует еще одно слово function. И сейчас получается, что внутри этой функции ключевое слово this указывает на тот объект, в контексте которого все это было вызвано. А функция setTimeout у нас доступна у объекта global. В Node.js. Но если вы, опять же, работаете в браузере, то это будет объект window. Да, это на самом деле идентичные вещи. В моем случае это global. И у глобального объекта нет таких переменок, как name и age. То есть, что нам сделать для того, чтобы зафиксить данную проблему? Существует множество различных решений, но самое простое, допустим, это переопределить контекст, сохранить его. Мы, допустим, можем создать переменную self, которая равняется ключевому слову this в функции delayLog. И здесь обращаться уже не к ключевому слову this, а к self. Если мы сейчас запустим, то все работает, как и прежде. И так мы делали раньше в ECMAScript 5. Но сейчас у нас присутствуют стрелочные функции, которые берут и позволяют нам избавиться от данной ошибки. То есть, мы можем записать функцию не через ключевое слово function, а как стрелочную функцию, и здесь обращаться к ключевому слову this. То есть, данная функция, она не создает своего контекста, и поэтому теперь this будет указывать уже на объект person. Если мы опять же запустим, то видно, что мы получаем исходный результат, и все работает как и нужно. Окей. Идем дальше. И третий блок, который мы разберем, это параметры по умолчанию. Я так и назову default.perms.js. Эта тема достаточно простая, но при этом невероятно удобная. И для примера я создам, допустим, функцию, которую я назову compute. Она будет принимать в себя два числа, a и b. Ну и, допустим, она будет возвращать нам a плюс b. Нам пока важно разобраться именно с, тем, как, в принципе, работают новые синтаксисы. И давайте, допустим, в консоль я выведу функцию compute без параметров. То есть сейчас, если я запущу, то я получу здесь значение none. Да, потому что функция ожидает два параметра, но мы ничего не передаем, и поэтому она не работает. Если мы сюда передадим, допустим, 10 и 20, то ожидаемо мы получим 10 и 30. Но часто бывает, что если мы не передаем какой-то аргумент, то было бы неплохо сделать его по умолчанию. И теперь в JavaScript доступен очень удобный синтаксис, то есть там, где мы принимаем параметры, мы можем написать присвоение и, скажем, какое-то значение по умолчанию. То есть сейчас, если мы просто вызовем функцию compute, например, со значением 10, то мы все равно получим 30, потому что, учитывая, что мы b не передавали, то он получает дефолтное значение. Мы можем, допустим, передавать сюда какое-то свое значение, и тогда будет приниматься именно вот это значение, которое мы передавали. То есть мы получаем здесь 40. С дефолтными параметрами очень важен порядок. То есть, допустим, если мы зададим дефолтное значение для a, которое будет равняться 10, но при этом для b мы ничего не зададим. И если мы запустим скрипт таким образом, то a у нас присвоится значение 10, а b у нас остается без значения по умолчанию. Если мы хотим, допустим, задать a какое-то, то мы получаем все равно none, потому что b не определено. То есть тут нам также это стоит учитывать, например, 20. И таким образом это будет работать. Также мы можем задавать дефолтные значения, допустим, из других переменных. Скажем, я могу создать переменную default b, которая равняется, скажем, 30. Теперь b я могу присвоить значение default b. Если мы сейчас запустим скрипт, то я получаю 50. Да, потому что 20 плюс 30 будет 50. df, u, l, t. Но это еще не все. Допустим, мы можем в качестве дефолтного значения вызывать определенные функции. Например, я могу создать функцию getDefault, которая будет принимать в себя некоторый аргумент, например, c, и возвращать c умноженное на 2. То есть это просто обычная функция И теперь в b я могу задать эту функцию, скажем, со значением 10 То есть сейчас получается, что мы в компьютер передаем значение a, которое равно 20 Далее b мы не передаем И получается, что 10 умножить на 2 будет 20 Мы должны получить 40 Если я запущу, мы получаем 40 Но и это еще не все Допустим, в функции getDefault мы можем основываться, например, на других аргументах в этой функции Которые были определены до данной переменной То есть мы можем основываться, например, на переменной a И в таком случае мы получим другой результат, 60 Потому что a равняется 20 20 умножить на 2 будет 40 Плюс 20, 60 Если мы сюда ничего не передадим, то все равно это будет работать Потому что у a есть дефолтное значение То есть достаточно удобное нововведение, которое, в принципе, нас забавляет от большого количества проверок И можно очень гибко с этим взаимодействовать Хорошо Теперь давайте разберем тему строк strings.js Что касается строк, то в JavaScript мы можем создавать строки таким образом Писав одинарные кавычки Писав двойные кавычки Но теперь в новом синтаксисе мы можем писать обратные кавычки И у них есть определенные особенности То есть, например, я создаю переменную template И я сразу же создам эту строчку как через обратные кавычки Предположим, что в данном шаблоне я сразу же хочу создать какой-нибудь тег Скажем, h1 В данном случае это просто у меня подсветка от редактора, чтобы мне было удобно Но на самом деле это является обычной строкой И, например, в заголовок h1 я хочу передать какой-то title Пока что это будет просто переменная title То есть, если мы вначале посмотрим на переменную template То мы, в принципе, увидим ожидаемый результат, что это обычная строчка Но обычно мы генерируем какие-либо строки динамически То есть, мы передаем сюда различные параметры И раньше мы использовали символ конкатинации То есть, плюс для того, чтобы соединить с разными пробелами, с разными переменными Теперь нам это делать не нужно Потому что в обратных кавычках нам доступен интересный синтаксис Это доллар и фигурные скобки Где мы можем описывать какую-то динамику Ну, например, у меня есть переменная title, которая равняется hello И я сюда могу передать переменную title Если я запущу скрипт, то я получаю здесь уже новый шаблон При этом это может быть и функция, это может быть и тернарное выражение Давайте это я покажу на другом примере Пока что расскажу еще про данные обратные кавычки То есть, в них мы можем смело использовать любые другие кавычки И они не будут конфликтовать То есть, например, я буду написать style color red То есть здесь я использую двойные кавычки И, как видите, с ними все нормально То есть, если я запущу скрипт, то они поддерживаются Допустим, если я напишу какой-нибудь другой атрибут, скажем, id с одинарными кавычками Допустим, demo То так же все работает Но и это еще не все Теперь в обратных кавычках так же сохраняются и все пробелы При этом нам ничего не нужно делать То есть, например, я могу не дописывать символ конденации Просто группировать это все в такие кавычки Ну и, например, здесь писать какой-то новый функционал Скажем, для этого теперь я приведу еще такой пример То есть у меня будет функция isVisible, например И она будет возвращать нам какое-нибудь случайное число С помощью math random И я буду спрашивать, что если, допустим, math random сейчас больше, чем 0.5 То тогда я получу здесь true Иначе я получу здесь false Теперь я могу написать следующим образом Используя подобный синтаксис Я могу в нем вызывать функции То есть не просто передавать переменные, но еще и вызывать функции Например, isVisible И дальше, используя тернарное выражение, спросить Что если это true, то тогда, например Я могу также в обратных кавычках здесь вывести, допустим, какой-нибудь шаблон Например, параграф p visible А иначе я буду выводить здесь просто пустую строчку И давайте посмотрим на то, что такое у нас шаблон То есть я запускаю И сейчас мы видим, что, во-первых, все форматирование у нас сохранено Потому что у нас вот остается здесь пустая строка У нас остаются вот эти вот сохраненные пробелы И все работает При этом также у нас еще и генерируется здесь дополнительный шаблон p Но если я запущу еще раз То сейчас из visible нам выдает false И поэтому мы теперь не видим параграфа p То есть таким образом теперь можно очень удобно генерировать различные шаблоны И данные кавычки нам в этом помогают Теперь давайте это я закомментирую Потому что сейчас мы поговорим еще про строки Но теперь поговорим про методы Которые появились у типа string Ну и, например, я буду работать с переменной str, которая равняется hello То есть какие методы у нас теперь появились для строк дополнительные Например, мы можем обратиться к строке И теперь вызвать метод, который называется startsWith То есть он проверяет, начинается ли строка, например, с тех символов, которые мы ведем Ну, скажем, с строчки х Мы начинаем строчку действительно с hello Поэтому данная функция должна нам выдать true Если я запущу, мы действительно получаем true Если я, допустим, спрошу, начинается ли строка с символа е То мы получаем здесь false По аналогии у нас есть функция теперь, которая называется endsWith И она проверяет, заканчивается ли строка на определенные символы Допустим, здесь мы спросим, заканчивается ли на low Что должно нам выдать true Ну и, допустим, здесь e тоже, чтобы получить false Да, то есть видно, что мы получаем правильный результат Также у строк теперь доступен метод, который называется includes Который позволяет спросить, есть ли такая подстрока в исходной строке Ну, например, hello Да, она действительно присутствует, поэтому здесь мы должны получить true Далее присутствует интересный метод, допустим, который называется repeat Который позволяет просто продублировать определенное количество раз строчку Ну, например, три раза Да, и в итоге мы получаем hello, hello, hello Что тоже в некоторых ситуациях бывает достаточно удобно Также у строк доступны методы trim Которые позволяют удалить пробелы слева и справа Но при этом мы этим можем управлять То есть удалять пробелы, например, только с конца Или только с начала строки С помощью метода trimStart или trimEnd И также присутствуют еще интересные методы Которые называются, допустим, padStart Которые позволяют, например, задать данной строке минимальное значение длины То есть в нашем случае сейчас строка у нас содержит всего 5 символов И, например, если мы сюда передадим значение 10 То, если я запущу скрипт, мы в итоге получаем строчку hello Но при этом перед самим контентом, да, потому что мы вызываем функцию padStart Мы также получаем еще дополнительные 5 пробелов Да, потому что минимальная теперь длина строки должна быть 10 символов При этом мы можем сюда передать способ наполнения данного пространства Например, с помощью символов 1, 2, 3, 4 Если я запущу, мы получаем здесь 1, 2, 3, 4 Но учитывая, что нам нужно добавить здесь 5 символов То поэтому строка дублирования пошла еще по новому циклу И также по аналогии присутствует метод, который называется padEnd Да, допустим, здесь я могу сказать, что мне нужно 8 символов Ну и, например, также буду использовать abc То есть мы получаем уже hello Но теперь нам добавляется вот эта строка уже к концу То есть тоже в некоторых контекстах это бывает топно Следующая тема, которую мы разберем Это новые операторы, которые называются rest и spread.js По сути, это два очень похожих оператора Но которые только отличаются контекстом их применения И давайте разберем начали оператор rest Для этого я напишу функцию, допустим, которая будет считать среднее значение Она будет называться average И, например, эта функция будет принимать в себя некоторый массив Далее мы можем посчитать здесь усредненное значение С помощью функции reduce То есть обратившись к методу reduce И если вы не знаете, как работает данный метод То у меня на канале также есть полноценный ролик По high order functions для массивов И я рассказываю про новые методы по типу reduce, find, findIndex, filter, map и так далее Здесь, по сути, основной концепт сводится к тому Что мы сюда передаем функцию callback Мы здесь принимаем некоторый аккумулятор Который будет пополняться по каждой итерации И непосредственно сам элемент Далее мы будем просто здесь возвращать аккумулятор Который будет сложен с непосредственно самим элементом i Начинать мы это все будем с нулевого значения То есть по умолчению аккумулятор будет равняться нулю И все это мы будем делить на длину массива Обратившись к его свойству length То есть теперь, если мы посмотрим на функцию average Куда мы, допустим, передадим массив Скажем 10, 20, 30, 40 То мы получим здесь значение 25 То есть все это работает Но, допустим, теперь мы хотим изменить форму передачи параметров в массив average Да, и сейчас мы хотим передавать не массив А просто параметры через запятую То есть n-ное количество параметров И при этом оно может постоянно меняться То есть сейчас я, например, напишу здесь 50 Понятно, что сейчас, если я запущу, то получу ошибку Потому что мы обращаемся к числу 10 И пытаемся у него вызвать метод reduce То есть сейчас ситуация такова, что мы не знаем Сколько параметров мы будем принимать в функцию average Как мы могли раньше с этим взаимодействовать? То есть для этого у нас присутствует специальное поле Которое называется arguments Однако arguments — это псевдо-массив Который содержит в себе все аргументы в функцию Но учитывая, что это псевдо-массив То у него нет таких методов, как, например, reduce и так далее То есть для того, чтобы превратить его в обычный массив Мы можем, например, воспользоваться функцией array from arguments И тогда это должно заработать Все равно какая-то ошибка Потому что здесь мы обращаемся также к array И поэтому здесь нам нужно тоже поменять на arguments length Поле length у него есть И поэтому здесь мы получаем уже 30 Но с появлением такого оператора, как rest Мы можем сделать это все намного удобнее То есть если мы не знаем, какое количество параметров нам поступает в функцию То мы можем просто взять и применить сюда три точки И дальше сказать, в какую переменную мы хотим все это положить Допустим, в массив args И теперь мы можем уже обращаться к этому массиву args Уже это не псевдо-массив, это настоящий массив И, соответственно, у него вызывает метод reduce То есть теперь если я запущу, то все работает При этом мы можем, допустим, здесь получать некоторые параметры, которые нам нужны То есть, например, параметр a, который равняется 10 И теперь массив args будет состоять из оставшихся аргументов То есть если здесь будет теперь параметр b, например То args это вот оставшиеся аргументы и так далее То, как работает оператор rest Однако очень похожий оператор на rest Он называется spread И давайте пока консоль логи я буду комментировать, чтобы они не конфликтовали И нам было проще разобраться Для оператора spread я создам, допустим, переменную array Которая будет состоять из значений числа Fibonacci Да, это числа, которые... Последовательность которой появляется путем суммирования двух предыдущих 3 плюс 5 будет 8 И 8 плюс 5 будет 13 Сейчас, если мы в консоли посмотрим на массив array То мы здесь получаем массив Однако, если мы применим к этому массиву оператор spread То есть в данном случае мы уже не используем оператор 3 точки в функции Да, мы его используем просто так То есть если я сейчас запущу скрипт То мы получаем как бы те же самые значения, но только уже без массива То есть чтобы понимать этот оператор Вам можно просто представить, что он позволяет развернуть массив То есть он как бы берет и разворачивает каждое из этих значений Где это вообще может применяться? Да, то есть на самом деле для этого большое количество применений существует Например, для клонирования массивов Мы сейчас рассмотрим еще несколько примеров Но, допустим, мы хотим узнать максимальное число в массиве array Да, то есть мы можем обратиться к объекту math Использовать оператор max И сюда передать массив Но это не совсем сработает Потому что оператор max, он принимает себя не массив Да, и он не может понять, что от него хотят То есть он нам выдает нам ноты number При этом, если мы применим оператор spread И передадим все это в max То давайте посмотрим, как это работает Мы получаем 13 Да, потому что уже это не массив А это уже просто набор элементов, развернутых от массива По аналогии мы также можем все это передавать в оператор min И получать, соответственно, единицу Если вам интересно, то ранее без оператора spread Это работало следующим образом Мы писали, допустим, обращаясь к какой-то функции Которую хотим применить Далее вызывали метод apply В данном случае нам контекст не нужен Но учитывая, что метод apply принимает в себя Массив аргументов То мы сюда передавали именно массив И также получали нужное 13 Но теперь все это делается проще с помощью оператора spread Также, как я и говорил, мы можем клонировать массивы То есть, допустим, здесь я создам Массив fib Который на самом деле будет теперь полной последовательностью Фибоначчи Потому что вначале там идет 2 единицы Но учитывая, что сейчас нам дублировать эти значения не хочется Мы хотим склонировать оставшийся этот массив То сюда мы можем передать array Таким образом, если мы посмотрим на массив fib То мы здесь получаем нужный нам массив Да, это можно закомментировать То есть, здесь мы получаем уже вначале 2 единицы И потом идет оставшийся массив array То есть, таким образом, мы как бы взяли и развернули сюда все эти значения Теперь давайте поговорим про еще такую тему, как деструкторинг Или деструктуризация Напишу по-английски Только здесь должна быть буква U Вот, теперь правильно Значит, данный функционал, по сути, нам позволяет Более быстро получать определенные значения Да, и здесь мы также можем воспользоваться, допустим, массивом array Я его просто определю здесь, чтобы было с ним удобнее работать То есть, например, я могу сразу же забирать отсюда какие-то нужные мне значения Скажем, если ранее я писал, что, допустим, переменная a будет равняться array по нулевому индексу Переменная b равняется array по первому индексу и так далее То сейчас я могу это сделать более лаконично Написав таким образом Я создаю переменную a и b Их я оборачиваю в квадратные скобки И дальше я говорю, у какой переменной, у какого массива я их создаю У переменную array И в данном случае вот эти две строчки, они полностью идентичны тому, что я написал здесь Да, мы можем в этом убедиться, написав консоль лог a и b Мы получаем здесь 1 и 2 При этом, что интересно, мы здесь также можем применять оператор spread Допустим, забрав остальные все значения, скажем, в переменную c Да, и теперь если мы посмотрим на переменную c То это будет массив, состоящий из всех остальных значений, которые есть в массиве При этом, благодаря данному синтаксису мы также можем задавать значения по умолчанию Скажем, если переменная b вдруг будет не определена То тогда мы ей зададим значение, конечно же, 42 И сейчас, если мы проверим, то переменная b у нас равняется все равно 2 Однако, если, допустим, в массиве второй элемент будет undefined То сейчас, если мы посмотрим, то переменная b равняется 42 То есть это тоже достаточно удобно При этом мы можем записывать еще таким образом То есть, предположим, нам нужен не нулевой и первый элемент, а нулевой и второй элемент Поэтому мы можем написать такой же синтаксис Мы, конечно же, можем написать a, b и c Да, и вывести в консоль a и c Получить 1.3 Но при этом переменная b нам здесь не нужна Поэтому на самом деле мы можем просто ее удалить И оставить такой синтаксис, что тоже валидно для JavaScript Только теперь мы уже не создаем ненужных переменных И теперь также давайте посмотрим еще и на объекты Как данный оператор работает с объектами То есть для этого я создам переменную, допустим, address Это у нас будет объект Ну и предположим, здесь у меня будет парочка полей Скажем, country Россия Допустим, будет город Пусть будет Москва Допустим, будет поле street Ну, улица, конечно же, Ленина У нас в каждом городе есть проспект Ленина И, например, здесь я создам функцию concat Пока буду использовать старый синтаксис Который просто будет, допустим, возвращать у меня уже такую строчку Где я буду обращаться к this country Дальше буду выводить this city И здесь я буду выводить this street То есть самый обычный объект Мы можем, допустим, у него вызвать метод concat И вывести его в консоль И получить, в принципе, уже готовый адрес То есть вот он, Russia, Moscow, Ленина Можно еще запятые поставить Чтобы за всем было хорошо Но в данном случае объект address нам нужен исключительно для примера Чтобы посмотреть, как работает у нас оператор spread Поэтому давайте посмотрим При этом мы разберем еще одну функциональность Которая также относится к дестракторингу Но теперь уже в объектах То есть если при работе с массивами мы использовали подобный синтаксис То есть использовали квадратные скобочки То мы можем делать ровно то же самое для объектов Только используя фигурные скобки Забирая нужные поля у объектов Ну, например, сразу же я приведу пример Что мы будем создавать отдельные переменные Которые равняются ключам данного объекта Скажем City Country Street Да, если мы на них посмотрим То это будут те же самые переменные Что и в самом объекте Но только здесь мы сразу же получаем уже нужные ключи Вот этого объекта Это тоже называется дестракторинг, но внутри объектов Также мы можем, допустим, здесь получить Функцию concat Да, и функции мы также можем забирать Но с функциями есть определенная особенность То есть, например, если я сейчас вызову функцию concat Отдельно И запущу скрипт То мы получим три раза undefined Потому что в данном случае функция concat Она у нас вот такая забирается И здесь мы работаем с контекстом this Которого, в принципе, не присутствует у глобального объекта То есть мы это можем решить Допустим, вызвать метод call И сюда передать нужный нам контекст В данном случае это объект address Да, и все работает корректно Это просто учтите Но при дестракторинге мы можем Допустим, менять название переменных То есть мы говорим, что мы, допустим, получаем функцию concat Но мы хотим не создавать функцию concat А мы хотим занести ее значение в переменную, скажем Address concat И сейчас у нас уже нет функции concat Но при этом присутствует функция address concat Которая должна работать Также мы здесь можем создавать значение по умолчанию Скажем, если переменная street не определена То пускай она будет равняться, например, значению тверская Если мы сейчас посмотрим в консоли на переменную street То выводится ленина Да, потому что street определен в объекте Но если я его закомментирую и запущу То мы получаем здесь тверская То есть здесь принимается значение по умолчанию И также давайте покажу еще один пример Как мы можем уже использовать оператор spread То есть, допустим, мы также используем дестракторинг У объекта Ну и, например, получаем здесь переменную city Отдельную А остальные параметры, которые у нас есть Я хочу поместить в объект rest Если мы посмотрим сейчас на то, что такое city И посмотрим на то, что такое rest То мы увидим, что city это у нас Москва А объект rest содержит в себе все остальные поля, которые присутствуют в объекте address Но за исключением непосредственно city Потому что мы его вытащили отдельно То есть это тоже порой бывает очень удобно при мутации различных объектов При формировании их и так далее И последнее, что я вам покажу при работе с объектами и оператором spread Допустим, мы можем очень удобно создавать новые объекты Ну и, например, сейчас я просто в консоли покажу, что я могу взять и создать новый объект Давайте я все-таки создам переменную New address, например Это будет у нас пустой массив Точнее, это же объект, поэтому это будет пустой объект Здесь я выведу просто в консоли этот объект И внутри данного объекта я могу взять и как бы развернуть другой объект Например, у нас присутствует address То есть, применив к нему оператор spread Я здесь получу копию просто данного объекта Если я запущу скрипт, то я получаю здесь копию объекта address Но при этом, что интересно, сейчас я могу менять некоторые поля Ну, например, я могу поменять улицу Street, например, на значение Тверская И учитывая, что сейчас здесь мы получим как бы развернутое поле street Но дальше мы описываем этот street, то он заменится И поэтому мы получим новое значение Да, это country Russia, city Moscow, concat Но при этом улица уже Тверская Мы можем здесь добавлять новые поля Например, поле code, которое будет равняться 1, 2, 3 И в консоли мы получаем этот же код То есть, тоже довольно-таки удобный оператор Но мы идем дальше И дальше давайте поговорим про объекты Objects.js Мы, в принципе, их уже немного затронули Но здесь будет отдельная тематика Для примера давайте создадим переменную Допустим, person Которая будет являться объектом Это самый обычный объект Допустим, age у него будет 26 Name, допустим, Ирина Сразу же давайте вспомним, как мы еще можем задавать ключи для данного объекта Например, в кавычках То есть здесь мы можем указывать либо просто какие-то поля Скажем, country Либо мы здесь можем писать специальные символы Например, country leave Да, и здесь указать какое-то значение, скажем, Russia Далее у объекта мы можем создавать различные функции Ну, например, метод toString Там у нас будет функция Где, например, давайте вернем следующее значение То есть здесь мы будем брать все ключи данного объекта И соединять их в результирующий массив И в итоге мы соединим его в одну строчку Здесь мы, кстати, сразу же уже можем познакомиться с нововведением в JavaScript Это функция object keys Которая позволяет взять ключи собственные у объекта И прибежаться по ним Ну и здесь мы будем прибегаться по ключевому слову this Потому что здесь мы используем ключевое слово function Далее, допустим, мы можем все это с помощью оператора map Замапить, где мы получаем ключ И будем возвращать значение this key Ну и учитывая, что это у нас массив То мы можем вызвать метод join и соединить его в единую строчку То есть на самом деле просто пока переопределяем метод toString И в этом нет ничего необычного То есть если мы посмотрим на person То мы получаем самый обычный объект У него есть такой ключ интересный Но на самом деле это и раньше присутствовало Чтобы писать определенные символы здесь Если мы вызовем, допустим, метод toString То мы получим вот такое значение Единственное, что сейчас здесь также принтится функция toString И было бы неплохо ее отсюда убрать Для этого мы можем воспользоваться, например, оператором filter У данного массива Потому что object kiss нам возвращает массив Ну и здесь, например, мы получаем key И будем спрашивать, что нам нужно вернуть все ключи Кроме тех, которые равняются строке toString То есть сейчас, если мы запустим Мы получаем 26, Ирина, Раша и так далее То есть, в принципе, этот метод можно наращивать и наращивать Какие нововведения здесь у нас присутствуют? Помимо, конечно же, метода object kiss Ну, во-первых, сейчас, если мы описываем какую-то функцию внутри объекта То нам не обязательно написать здесь ключевое слово function И двоеточие мы можем просто это удалить И описать метод таким образом То есть это абсолютно идентично тому, что и было написано заранее Также, теперь внутри объектов мы можем создавать функции или методы Но которые будут являться стрелочными функциями Например, функцию print И это будет стрелочная функция Которая на самом деле внутри не может работать с контекстом this Потому что мы это уже разобрали Но при этом она может делать какие-то базовые вещи Например, возвращать строчку person Главное, чтобы без контекста this Да, и теперь, если мы обратимся к person, допустим, print То мы получаем здесь строчку То есть это тоже работает И здесь разница только в том, что такие методы не работают с контекстом Такие методы работают с контекстом Но сейчас мы также можем задавать еще и динамические ключи Ну, то есть, например, я хочу еще сказать, что в каком городе живет данный человек Для этого я создам переменную Назову ее cityField И это будет строчка city Теперь, что я имею в виду под динамическими ключами То есть сейчас вместо ключа я могу написать квадратные скобочки И здесь написать какое-то значение Да, в моем случае это будет Санкт-Петербург Но здесь я могу в итоге написать какую-то строчку Которая будет являться ключом данного объекта То есть, например, здесь я могу использовать переменную cityField Да, если мы посмотрим на объект То мы получаем здесь Санкт-Петербург При этом я могу делать определенные манипуляции Скажем, прибавлять здесь, допустим, значение date now Да, и в итоге я получу все равно нужный ключ Если мы посмотрим, например, на объект person То мы сейчас увидим очень большой длинный ключ Вот такой То есть идея в том, что описывая ключи в прямых скобочках Мы здесь можем писать какую-то динамику Которая в итоге станет ключом данного объекта И, допустим, еще один пример Скажем, я хочу сказать, кем является по профессии данный человек То есть я создаю переменную job Где я напишу, например, frontend И, допустим, я хочу, чтобы у моего персонажа был такой же ключ Job Который принимает себе значение job Да, то есть если я посмотрю То вот наша профессия frontend Но когда ключ и значение совпадают То теперь мы можем просто избавиться от значения, написав таким образом Да, и это абсолютно идентично тому, что и было до этого Если мы посмотрим, то вот он наш job Теперь, если мы поговорим про новые методы, которые появились в JavaScript Для работы с объектами То давайте я здесь напишу блок методс И для примера я просто создам два объекта Скажем, first У которого будет ключ а равняется единице Ну и, например, second У которого b будет равняться двойке Это некоторый материал нам для работы на будущее Пока давайте посмотрим на один классный метод Который есть у глобального объекта object Который называется is Где мы можем проверять на эквивалентность разные значения Ну, например, строчку Давайте уже значения 20 и, например, 10 На выходе мы получим false Но при этом, если мы сюда передадим одинаковые значения То мы получим здесь true Ну, потому что этот метод позволяет нам сравнить на эквивалентность Порой это бывает достаточно интересно и выгодно Теперь, если говорить про более продвинутые методы То есть такой метод, который называется object assign И object assign позволяет нам объединять определенные объекты Ну, например, я возьму объект first И скажу, что мне нужно его модифицировать То есть это у нас вот этот объект Модифицировать я его буду, допустим, с объектом second Если я посмотрю на то, что у меня получилось То я получаю уже объединенный объект Где есть все эти ключи При этом, если я посмотрю на сам объект first То он у нас изменился Да, потому что мы его как бы assign Но при этом, если мы хотим создать совершенно новый объект То мы первым параметром просто сюда передаем пустой объект Да, и тут присутствует также третий параметр Мы видим сейчас, что все равно мы получаем объединенный объект Но при этом сам объект first не изменился Или, например, вместо третьего параметра Мы сюда можем передавать какой-нибудь source Скажем, где c равняется двойке И, например, d равняется тройке Если запустим, то мы получаем вот такой результат То есть также мы можем манипулировать тем, какие объекты создаем Ну и во что это все превратится в итоге Комментирую консоль логи И также еще присутствуют три дополнительных метода Которые позволяют по-разному работать с объектами Давайте, допустим, я раскомментирую данный консоль лог И здесь я создаю переменную obj Которая у нас в итоге будет принимать вот эти все значения Если мы посмотрим на объект obj То у нас выглядит он следующим образом У него есть поля a, c и d Для работы с объектами присутствуют три метода Которые я также просто выведу в консоль То есть, например, это метод obj Entries И если мы сюда передадим объект То на выходе мы получим вот такой интересный формат Этот консоль лог я закомментирую Мы получаем массив двумерный, состоящий из других массивов Однако, если мы на него посмотрим То каждый из внутренних массивов является массивом, состоящим из двух элементов Где, по сути, первый элемент это ключ объекта А второй элемент это его значение То есть, это просто один из способов представления объектов в JavaScript По-моему, он также портируется и на другие языки программирования по типу PHP Это называется ассоциативные массивы Но в JavaScript это также присутствует еще и в различных структурах данных Такие как map и set Мы с этим разберемся чуть позже по видео И также по аналогии присутствует метод object-keys Мы уже его рассматривали И object-values То есть, если мы посмотрим на эти методы То object-keys нам возвращает массив ключей этого объекта Соответственно, object-values нам возвращает массив из значения этого объекта Хорошо, идем дальше И дальше я немножечко изменю структуру Потому что сейчас я хочу поговорить про систему импортов и экспортов в языке И для этого я создам не файл, а директорию, которую назову 7modules.js Так, нет, как создать директорию Только здесь нам нужно назвать ее не .js, а просто .modules В этой папке я создам два файла Просто для теста index.js Ну и, например, module.js И давайте что-нибудь создадим пока что в модуле То есть, вся идея заключается в том, что теперь присутствует очень удобный синтаксис Для соединения и взаимодействия различных файлов Например, в файле module у меня будет присутствовать константа Допустим, color Которого будет значение, скажем, b, b, b Это вот какой-то такой серый цвет И пока что с этой переменной я могу работать только внутри данного файла То есть внутри этого модуля Потому что файлы в JavaScript являются модулями Но для того, чтобы экспортировать эту константу в другие модули Чтобы они могли его видеть Я могу воспользоваться ключевым словом export Для того, чтобы просто ее экспортировать Также я могу экспортировать и какие-то функции, например То есть функцию, скажем, compute Которые будут принимать себя параметры a и b И возвращать их, например, сумму Могу также экспортировать классы То есть написать export class Но с классами мы разберемся чуть позже по видео И давайте пока попробуем получить эти константы Внутри файла index.js Единственное, что здесь я пока не смогу вам показать, как это запускается Потому что нужно будет настраивать, например, webpack Который позволит мне соединять модули Но при этом я смогу вам показать indexes То есть для того, чтобы в index.js что-либо получить Я прописываю команду import И учитывая, что здесь мы экспортируем Просто с помощью ключевого слова export То я получаю объект в итоге вот этого модуля У которого я сразу же могу с помощью деструкторинга Получить определенные поля Пока что здесь ничего не пишу Дальше следует конструкция from И после этого в строчке я указываю путь до модуля В моем случае это модуль И здесь я получаю объект Но я знаю, что у этого объекта есть переменные Например, color Есть функция compute Да, и я могу смело ими пользоваться Там compute 1, 2 И, допустим, вывести в консоль lock color При этом присутствует еще и другой синтаксис То есть, например, я могу экспортировать что-то по дефолту И для этого я пишу export default И далее я, например, описываю какой-либо объект Ну или также описываю класс Ну, допустим, я буду описывать здесь объект И у этого синтаксиса присутствует небольшое отличие Давайте здесь я создам переменную lock Которая будет являться функцией И которая будет в консоль lock Вводить мне какую-нибудь, например, приватную переменную В данном модуле Я ее просто создам как private variable Которая будет равняться 42 Учитывая, что я ее не экспортирую здесь То она действительно будет приватной именно для этого модуля И будет видна только здесь Но мы можем, допустим, в консоль lock Вводить ее, обращаться к ней внутри этой функции Учитывая, что сейчас я написал export default То и импорт данного объекта будет выглядеть немного иначе То есть, учитывая, что в фигурных скопах Я получаю нужные мне объекты То для того, чтобы получить дефолтный экспорт Мне нужно описать какой-то объект уже без фигурных скобок Например, logger Таким образом Если мы посмотрим на данную переменную logger То у нее присутствует метод log Да, веб-шторм понимает, что она есть То есть сейчас, учитывая, что здесь был экспорт default Мы описываем просто какое-то любое название И называть мы это можем как угодно Например, mylog Да, то есть, когда мы используем экспорт default То мы не привязаны к определенному имени И зачастую лучше использовать именно именованные экспорты и импорты Потому что, ну, например, ваш редактор кода Он лучше понимает, какие названия действительно присутствуют При этом у импортов присутствует еще и другой синтаксис То есть мы, например, можем также импортировать из модуля все Но дальше мы обязаны сказать, в какую переменную мы хотим это все положить Допустим, в переменную модуль И дальше указываем, откуда И теперь, если мы посмотрим на переменную модуль То у нее присутствует поле color Которое равняется color Присутствует метод compute Который мы можем сочетать что-то Но далее, для того, чтобы получить вот этот метод log Мы обращаемся к его полю default И уже у него присутствует метод log Да, то есть в этом отличие Но мы можем получить все экспортируемые сущности Вот с помощью такого синтаксиса Идем дальше И следующая тема — это классы Classes.js Теперь для работы с классами в JavaScript Присутствует более удобный синтаксис Который так и выглядит То есть с помощью ключевого слова класс Мы можем создавать какие-то классы Например, person И далее в фигурных скобках мы можем описывать Тело этого класса Например, интересной особенностью является то, что Если мы хотим определить конструктор То мы так и пишем Создаем функцию конструктор И в нее мы получаем определенный набор параметров Допустим, параметр name И здесь мы можем делать что угодно В принципе, с этим параметром Например, заносить его в ключевое слово this То есть теперь у инстанса данного класса Будет присутствовать поле name Да, если мы захотим этим воспользоваться То, допустим, я создам переменную max Который будет являться новым персонажем То есть новым человеком По имени max И если мы на него, допустим, посмотрим в консоли На то, кто такой max То, в принципе, мы получаем обычный объект Но при этом видно, что он является инстансом класса person Если мы, допустим, хотим создавать какие-то методы Внутри класса То мы можем так просто их создавать Да, и выглядит это следующим образом Здесь, допустим, мы можем в консоли выводить Скажем, обратиться к имени этого человека И говорить, что он говорит Привет Соответственно, мы можем обращаться к Инстансу класса и вызывать нужный метод Да, и все это будет работать Макс говорит привет Также по аналогии мы можем создавать Различные переменные внутри этого класса Например, тип этого персонажа будет Human Да, и также это поле будет присутствовать В инстансе класса person То есть здесь мы можем влиться к, допустим, max.type Да, и получить здесь human Если говорить про то, как это работает на уровне прототипов То здесь все очень просто Потому что мы можем посмотреть в консоли Скажем, на Инстанс класса person.max Далее обратиться к его свойству proto Два нижних подчеркивания И сравнить его, допустим, с прототипом класса person Да, и данное значение будет нам выдавать true То есть ссылка на прототип родителя Она действительно относится к person-прототайпу То есть внутри это все равно устроено на прототипах Внутри JavaScript Однако Теперь мы можем более удобно, например, устраивать наследование внутри этих классов Скажем, у нас уже есть класс person И, предположим, мы хотим сделать какой-то более частный класс Например, класс programmer Но который будет основываться именно на базовом классе person Потому что вначале идет человек, а потом уже идут конкретные какие-то там личности И для того, чтобы наследоваться, мы можем воспользоваться ключевым словом extends И дальше указать, от какого класса мы хотим наследоваться Далее, если мы здесь хотим реализовать, допустим, метод конструктора Мы можем это сделать Но он будет посвечиваться красным Потому что, учитывая, что мы наследуемся от какого-то класса Ошибка нам говорит, что мы не вызываем данный конструктор Который, по сути, является важным этапом для формирования инстансов класса Поэтому, чтобы нам этого избежать, мы можем обратиться к методу, который называется super Но с этим ключевым словом есть одна особенность И сейчас мы с ней разберемся Значит, в конструктор мы будем принимать также поле name И это имя мы будем передавать в superclass То есть конструктор класса person принимает только имя Но, допустим, класс программера, он будет принимать в себе также еще и какую-то профессию То есть после того, как будет вызван конструктор родителя Мы уже можем делать тут какую-то свою логику Скажем, теперь я занесу это все в переменную нижнее подчеркивание job И сейчас я покажу, почему я сделаю именно таким образом Теперь, допустим, если я создам какой-то instance от класса уже программер Допустим, ну пусть будет frontend New programmer И меню будет все тоже max А job у него будет frontend То если мы посмотрим на него в консоли То мы получим обычный объект Но при этом у него уже есть поля type human Name max И, соответственно, нижнее подчеркивание frontend Нижнее подчеркивание job со значением frontend Что интересно, мы также можем, допустим, у данного объекта вызывать метод grid Да, потому что он доступен у нас в родительском классе И, соответственно, мы бы ущем нужный результат Но при этом мы можем его переписывать Например, просто написав grid И здесь написать, ну, допустим, какой-то новый функционал, скажем Здесь я просто укажу, что данный метод был переписан Да, и теперь если я запущу скрипт То видно, что мы получаем вместо приветствия непонятную строчку rewriting Однако, если, допустим, мы хотим при вызове метода grid Также вызывать родительский метод То мы можем это сделать с помощью ключевого слова super Только теперь мы его уже не вызываем А мы обращаемся к нему как к объекту И здесь вызываем родительский нужный метод Теперь, если мы посмотрим, то вначале вызывается Max говорит привет И потом уже вызывается основное тело функции grid в частном классе При этом в классах нам также теперь доступен функционал, например, getter и setter То есть вместо того, чтобы я просто обращался, допустим, к полю job Я могу сделать для него getter Это выглядит следующим образом Я назову его просто job И, например, здесь я буду возвращать instance Ключевое слово this Дальше поле job Ну и, например, я могу его трансформировать, скажем, привести к верхнему регистру То есть теперь, если я буду обращаться к frontend job Причем я обращаюсь без круглых скобочек То есть это не функция, это именно обычный объект То я получаю здесь frontend И все это приведено к верхнему регистру По аналогии я могу задавать setter Допустим, job И здесь я буду получать некоторые job Допустим, буду присваивать переменные this job Значение job Да, и, соответственно, когда я буду, допустим, говорить, что Frontend job мне равняется, например, строчке 1 И снова буду получать значение с помощью getter То мы увидим, что я здесь получаю 1 Спрашивается, зачем вообще нужны setter Ну, допустим, мы в них можем писать различные валидации Скажем, что если у нас job length меньше, например, двух символов То тогда мы можем, скажем, выкинуть ошибку, например Throw new error Допустим Validation failed Это просто пока тестовый пример, да Но вы можете по аналогии посмотреть, что вообще с этим можно сделать Да, и здесь видно, что мы получаем ошибку Либо же мы можем, допустим, не вызывать ошибку А просто, допустим, в консоли написать validation failed И тогда просто выходить из данной функции Но если, допустим, проверка не проходит, тогда мы будем делать присвоение Если я запущу сейчас скрипт, то видно, что мы получаем validation failed И поэтому getter не изменился Но если мы, допустим, зададим валидные значения, скажем backend То все работает корректно Также в классах присутствуют еще и статические методы Давайте разберем какой-нибудь простой пример Все консоли я уберу Допустим, у нас есть класс mutil И у него есть метод, скажем, average Который, как мы уже знаем, он считает Среднее значение всех элементов, которые мы в него передавали То есть здесь, допустим, я все соберу с помощью оператора rest И буду возвращать args reduce Аккумулятор Итеративный элемент Аккумулятор плюс итеративный элемент Начинаем с нуля И все это делим на args length То есть это мы уже писали Ну и, в принципе, это базовый функционал Теперь, если мы, допустим, хотим посчитать Среднее значение чисел Fibonacci То для того, чтобы воспользоваться функцией average Мы не можем просто обратиться к util average Да, он недоступен нам здесь Нам нужно создать переменную util И дальше уже только посчитать То есть вы видите консоль, util, average Ну и, допустим, здесь чисто Fibonacci Так это будет работать Но если мы сделаем метод статическим Используя ключевое слово static То в таком случае нам не нужно будет делать Инстанс класса util Мы можем сразу же обратиться к util Average И сюда передать необходимые числа Да, то здесь мы получаем результат какой-то И выводим его в консоль То есть за счет того, что метод или поле Которое мы определим является статическим То, соответственно, мы можем напрямую Обращаться к классу и вызывать у него нужные методы В некоторых ситуациях это действительно бывает очень полезно Хорошо Следующая тема, которой мы будем разбираться Называется символы И файл я назову symbols.js По сути, что вообще такое символы и зачем они нужны? Это седьмой тип данных в JavaScript Который как раз таки и появился С появлением ECMAScript 6 И он нужен для того, чтобы задавать какие-то уникальные ключи То есть символ по своей сути Это абсолютно какое-то уникальное значение Мы сейчас не будем рассматривать вообще все возможности символов Просто рассмотрим базовые представления того, что это вообще такое И как с этим работать То есть у нас есть глобальный класс символ И с помощью него мы можем создавать какие-то другие символы Например, я создам переменную символ Обращусь к символу Здесь я не пишу ключевое слово new Потому что символы работают иначе И допустим В функцию или в конструктор я передаю какую-то строчку Которая будет определять мне этот символ Если я посмотрю на символ в консоли То я получаю вот такую строчку Symbol demo То есть пока что мы создали этот символ Но непонятно, что с ним делать При этом я могу создать другой символ Допустим, other И здесь, что интересно Я создам его точно с таким же описанием То есть сюда я передаю точно такую же строчку При этом, если я попытаюсь Давайте вначале выведу в консоль Если я посмотрю на эти символы То пока что в консоли они выглядят одинаковыми Но если я постараюсь попробовать сравнить Допустим, символ пока что с двумя равно С другим символом, который вроде как одинаковый То мы получаем false Если я применяю 3 равно То я все равно получаю false То есть, несмотря на то, что я создавал символы как бы одинаковые Они все равно у нас разные Потому что это и есть ключевая особенность символа Что они абсолютно уникальны Теперь как это, в принципе, можно использовать Ну, допустим, у меня есть какой-то объект Obj Скажем, у него будет name Пусть будет Елена И дальше я могу задать данному объекту Специальный ключ динамический Да, мы это уже рассматривали, как делается Который будет являться символом То есть, это их прямое предназначение И в качестве значения по ключу символу Я сюда задам какую-то метаданную Пока что это будет просто строчка Теперь, если я посмотрю на объект То мы видим, что, по сути, это самый обычный объект Но у него присутствует поле name У него присутствует ключ символ, демо и мета Если я попробую получить доступ по ключу символ То я получаю строчку мета Если я попробую получить доступ по ключу символ other Который вроде как одинаковый То я получу undefined То есть, здесь опять же играет ключевая особенность символа В том, что они абсолютно уникальны При этом, на самом деле Данные поля, они как бы сокрыты То есть, если мы, допустим, попробуем Даже с помощью цикла forIn Прибежаться по ключам объекта opt А напоминаю, что данный цикл Он бежит не только по собственным полям объекта Но еще и по прототипу Если я попробую вывести в консоль key То здесь я получу только поле name То есть, символов данный цикл не видит И, по сути, символы нужны для задания определенных мета-данных Для каких-либо объектов, функций или классов И для того, чтобы их использовать То есть, например, на этом построен цикл forOf Который мы чуть позже разберем И вообще есть фиксированные символы Единственное, что я хотел еще добавить Что, предположим, если у меня есть также ключ demo Например, в объекте И у него будет значение, скажем, в строчке demo То, если мы посмотрим в консоли сейчас То мы также получаем здесь ключ demo Но при этом он не перетирается с символом Потому что, если я выведу в консоль, допустим, opt demo И выведу в консоль opt symbol То мы получим здесь разные значения То есть, эти вещи не конфликтуют Подробнее вообще про символы Вы можете почитать на сайте Mozilla Developer Network Можно просто написать symbols, допустим, mdn И первая ссылка, которую я оставлю в комментарии к этому файлу По сути, описывает, что такое символы И какие фиксированные значения у них есть То есть, присутствует также большое количество Своих встроенных символов Здесь он должен посмотреть, какие присутствуют Вот, и есть более известные символы Например, symbol iterator, который как раз-таки работает В цикле for off Symbol match для метода строки match Symbol replace и так далее Search, split и есть еще определенные другие символы Поэтому эту ссылку я оставлю в комментарии в файле Ну, а мы идем дальше И следующая, десятая тема, которой мы будем разбираться Это генераторы и итераторы Generators.js Здесь давайте я приведу следующий пример Значит, я создам сразу же массив array Который будет очень простым В нем будет четыре элемента И я создам строчку Допустим, в ней будет значение hello Теперь сразу же я попробую обратиться к массиву Но не буду обращаться к его индексам Я обращусь к специальному полю По символу, который называется итератор И если я сейчас запущу данный скрипт То здесь я получаю уже определенную функцию Если я обращусь также к строке По ключу символа итератор Напоминаю, что он абсолютно уникальный То я также здесь получу определенную функцию То есть это означает, что для массивов и для строк По умолчанию определен символ итератор И дальше мы этим будем пользоваться Теперь вообще, по сути, если говорить про итераторы То их использование выглядит следующим образом Я могу создать переменную итератора И обратившись к массиву array По символу итератору Я могу получить эту функцию И теперь, если посмотреть в консоли на то, что такое итер То мы получаем здесь объект, который является array-итератором Это означает, что у данного объекта я могу вызывать метод, например, next Если я его вызову, то в консоли я получу вот такой объект Который в фиксированном формате находится То есть у него value единица и дан false Единица берется именно вот отсюда Теперь смотрите, если я четыре раза это продублирую То видно, что мы получаем сейчас элементы данного массива Чтобы было нагляднее, давайте я сделаю таким образом Чтобы это не было потенциального пересечения с индексами То есть здесь мы получаем именно значение данного массива И видно, что второй флаг говорит нам, закончился ли итератор по массиву То есть сейчас у нас тут всего четыре элемента И поэтому мы получаем здесь данный false Но если я пробую вызвать метод next еще раз То последним значением мы получаем value undefined Потому что итератор закончился То есть идея в том, что мы можем итеративно получать определенные элементы У тех объектов, для которых определен символ итератор Ровно такая же история и для строчки То есть если мы посмотрим, то мы получаем здесь на каждой итерации символ строчки Но при этом если мы попробуем сделать сверх, то наш итератор заканчивается Конечно, это не очень удобно Поэтому присутствует теперь новый цикл в JavaScript, который называется forOf И мы можем обращаться к тем объектам или элементам, для которых определен символ итератора В нашем случае, допустим, это array Если мы будем смотреть на item в консоли То получаем каждый из значений данного массива Либо же для строки, где мы получим каждый символ данной строчки То есть это то, что зашито сейчас базово в языке Однако, допустим, мы можем этим воспользоваться и создавать свои собственные какие-то итераторы Ну, например, у меня будет объект Давайте назову его countries Так, country Это объект И, например, у него будет поле values Ну, скажем, с ключами каких-то стран Допустим, Россия Казахстан Украина Ну и, например, Белоруссия То есть, ну, просто какой-то примерный массив И, что интересно, теперь мы можем определить для этого объекта Уникальный символ итератора Который как раз-таки работает с циклом forOf То есть, цикл forOf, он смотрит именно за итератором Поэтому здесь, в динамическом ключе, я указываю символ итератор Это функция, которую я определяю И дальше я могу писать какую-то свою логику, которую захочу Ну, например, здесь я буду просто поэтапно выдавать вот эти значения values То есть, я создаю индекс, который равняется нулю И дальше по конвенции я должен возвращать объект, у которого, например, присутствует метод next Next И для того, чтобы не создавался свой собственный контекст Здесь я воспользуюсь стрелочной функцией Далее получу текущее значение value То есть, это this values по индексу i Дальше сделаю инкремент И далее я должен вернуть объект, у которого есть значение done Это более назначение true или false И само значение value То есть, value я могу описать таким образом А значение done Я могу спросить, что если и у нас больше сейчас, чем длина массива То тогда done должен быть находиться в значении true Теперь я могу применить цикл for off Для уже нашего кастомного объекта countries Точнее, просто country А если я посмотрю сейчас на item То мы получаем итерацию по этому массиву То есть, применяя вот этот уникальный символ итератор Мы можем написывать свою какую-то кастомную логику Для того, чтобы более удобно с этим работать и взаимодействовать Теперь я все это закомментирую Потому что сейчас в теме с итераторами Очень вовремя можно поговорить про такую вещь, как генератор И мы не будем сейчас очень подробно останавливаться на генераторах Потому что, опять же, у меня на канале есть отдельный ролик по этому поводу Где я более подробно и детально рассказал про генераторы Но основная идея генераторов заключается в следующем Что мы создаем какую-то функцию И если мы хотим, чтобы эта у нас функция была генератором То мы ее обозначаем как со звездочкой Тоже специальный синтаксис Ну и, например, сюда я буду передавать какое-то число Например, которое равняется по умолчанию 4 Дальше я заведу простой цикл И меньше num То есть функционал здесь может быть какой угодно Но идея в том, что сейчас мы можем применить ключевое слово yield И дальше порционно выдавать нужные нам значения Например, i Теперь как этим пользоваться По сути, так же, как мы и пользовались в примерах ранее То есть мы можем создать переменную итератора И, допустим, вызвать функцию генератора с значением 3 Да, теперь, соответственно, мы можем В консоль лог выводить итератор Next И давайте вызовем его 4 раза сразу же Чтобы посмотреть, что у нас получится Видно, что сейчас на каждом этапе мы просто получаем определенное значение Да, которое нам выдает цикл То есть он не выполняется сразу же Он у нас выполняется порционно, да, пока мы вызываем эту функцию next То есть когда мы ее вызываем, тогда и происходит следующая итерация Во многих случаях это бывает очень удобно Более того, учитывая, что это генератор, то мы сразу же можем работать с этим в цикле for off Например, написать таким образом Gen4 E log E Только здесь мы уже будем получать не этот объект value и done А мы будем получать уже нужное значение из генератора То есть если посмотрим, то вот наши 0, 1, 2, 3 Однако в этой теме стоит еще упомянуть про то, что мы можем выдавать определенные ошибки Например, с помощью итератора throw Куда мы можем передавать какую-то ошибку, скажем, myError И сейчас, если мы запустим скрипт, то мы получаем ошибку Потому что данный генератор у нас не был обработан Да, и для того, чтобы наша программа работала дальше Мы можем все это обернуть в блок try.catch Таким образом И здесь мы получаем ошибку Дальше мы можем просто вывести ее в консоль Допустим, Error И сюда значение ошибки Если мы оставим все в таком виде То наша программа не ломается И при этом мы видим, что все значения у нас прошли успешно Но при этом выводится ошибка То есть эта итерация была пропущена Следующая тема, которую мы разберем Это Promises Опять же, у меня есть на канале очень подробный ролик про то, как работать с Promises Но, тем не менее, мы рассмотрим сейчас все вещи, которые относятся к этому классу Значит, по сути, Promises это просто удобная конструкция, позволяющая работать с асинхронным кодом Например, у нас есть setTimeout И это характерный пример асинхронности в JavaScript То есть через, скажем, 500 миллисекунд мы выводим сообщение в консоль AfterDelay Если мы запустим скрипт, то через 500 миллисекунд мы получаем данное сообщение Но каждый раз пользоваться setTimeout не очень удобно Потому что, ну, здесь передается callback и начинается callback hell Да, это когда очень большое количество вложенностей Так вот, идея Promises заключается в том, чтобы просто оборачивать какой-то асинхронный код И проще с ним взаимодействовать Тем самым убирая уровень вложенности То есть как это выглядит По сути, мы просто можем Вот у нас есть асинхронный код Мы можем его взять и обернуть в конструкцию newPromise Это класс, который в конструктор принимает callback И в данном callback мы описываем какую-то асинхронность При этом callback, который называется executor Он принимает в себя два параметра Это параметр resolve и reject И на самом деле это две функции, которые мы можем вызывать в тот момент, когда мы хотим То есть, например, что если setTimeout прошел успешно То тогда мы хотим, чтобы и данный Promises был успешно завершен Поэтому мы вызываем, допустим, метод resolve Ну, куда передаем какую-то строчку, скажем, success Если мы хотим, чтобы была ошибка, то мы вызываем метод reject Promises нам возвращает объект То есть, который я назвал Promises, но, безусловно, его можно называть как угодно Который, по сути, является самым обычным объектом К которому мы можем обращаться, по сути, где угодно Но у него присутствуют три метода Это метод catch, then и finally Базовый метод для использования Promises это метод then И здесь мы получаем некоторую дату, которую мы можем вывести в консоль То есть, метод then будет вызван тогда, когда закончится синхронный код Но если сейчас мы посмотрим То мы получаем строчку success То есть, те данные, которые мы передавали внутри Promises И давайте сразу же для примера мы создадим функцию Которая будет называться delay Которая, по сути, будет принимать в себе количество миллисекунд И возвращать новый Promises Сразу же с resolve и reject Который будет оборачивать асинхронный код в setTimeout Здесь мы будем называть resolve Допустим, со строчкой done И через некоторое количество миллисекунд Который берется из-за верхнего сколпа То есть, рассмотрим, как в JavaScript можно работать теперь с таймаутами Но более удобно, через Promises Теперь, по сути, мы можем вызывать функцию delay И каждый раз функция delay нам будет возвращать новый Promises Только здесь мы вынуждены передавать количество миллисекунд Учитывая, что он возвращает Promises То нам доступны такие методы, как then И через секунду мы получаем значение done Что интересно, то мы можем чейнить Promises И, допустим, внутри Promises возвращать тоже новый Promises Например, delay 500 миллисекунд Снова обращаться к методу then И получать некоторую дату Да, то есть, здесь идея заключается в том Что у нас не появляется новый уровень вложенности Потому что мы не пишем здесь then у Promises Мы пишем сразу же Возвращаем Promises И обращаемся к нему на верхнем уровне То есть, посмотрим, если сейчас То все равно получаем строчку done Да, потому что наш Promises постоянно возвращает done Но можем, допустим, изменить кавычки на такие И указывать здесь количество миллисекунд Да, чтобы хоть как-то распознавать Где какой Promises у нас был Да, на 500 миллисекунд При этом мы можем вызывать метод reject у Promises Да, то есть, если сейчас я буду вызывать метод reject То если я запущу скрипт, мы получим ошибку Да, где написано, что unhandled promise rejection warning Для того, чтобы не было подобных ошибок в консоли У Promises мы можем вызывать метод catch Который получает ошибку в случае, если она есть Ну и мы можем с ней делать что угодно, в принципе То есть, например, выводить ее в консоль То есть, если мы сейчас напишем, допустим, скрипт То мы получаем done 1000 Но только потому, что у нас произошел reject через 1000 миллисекунд Да, вот здесь вот Также у Promises присутствует метод finally Который недавно появился И он вызывается в том случае Точнее, даже в любом случае, когда Promise завершается Даже если была ошибка Допустим, здесь у нас Я напишу просто finally Если я запущу То вот видно, что он запускается Если я буду вызывать метод resolve То все равно через полторы секунды Да, потому что мы суммируем 1000 миллисекунд И 500 миллисекунд у нас запускается finally Теперь, какие темы также еще релевантны темам Promises Допустим, мы можем воспользоваться новым синтаксисом AsyncVeight для более удобной работы с Promises То есть, для этого нам достаточно создать какую-то функцию И сделать ее сразу же асинхронной С помощью ключевого слова Async Функцию называть можно как угодно Допустим, AsyncDelay Ну и название абсолютно любое, которое мы хотим выбрать И здесь прелесть заключается в том, что теперь, учитывая, что функцию мы сделали асинхронной С помощью префикса Async Да, оператора Async Мы можем теперь пользоваться внутри оператором Await К которому мы должны применить Promises В нашем случае, допустим, это будет Promises, возвращаемый у функции Delay И учитывая, что здесь мы получаем какое-то значение То мы сразу же можем это занести в нужную нам переменную То есть, вот эта вот запись, она равносильна тому, чтобы я написал Delay2000, Then и Data Вот этому Но теперь, учитывая, что мы работаем здесь с оператором AsyncAwait Мы находимся как бы на плоском уровне То есть, у нас нет погружения во внутренние callback Что является большим преимуществом И сейчас, если я запущу просто данную функцию AsyncDelay То через 2 секунды мы должны получить Done2000 Опять же, про AsyncAwait Вы можете посмотреть более подробный ролик у меня на канале Где я подробно это все разбираю При этом сейчас, если мы опять попробуем здесь вызывать вместо Resolve reject То у нас будет ошибка И спрашивается, как нам обрабатывать ошибки В случае, если мы пользуемся AsyncAwait Очень просто Нам достаточно все это просто обернуть в блок TryCatch И здесь, допустим, я буду выводить в console.error E То есть, сейчас, если я запущу скрипт, то программа не сломается Также у Promises я бы хотел еще подчеркнуть два важных метода Которые позволяют работать с группой Promises То есть, для этого мы можем обратиться к глобальному классу Promise И, например, вызвать у него метод All Метод All принимает в себя массив Promises То есть, допустим, delay на одну секунду Допустим, delay на 500 миллисекунд И, допустим, delay на 2 секунды И данная конструкция, она нам возвращает также Promise То есть, мы можем сделать метод then И здесь посмотреть на ту дату, которая нам прилетела Дата Единственное, что здесь мы поменяем опять же на Resolve Сейчас, если я запущу данный скрипт, то Promise All что делает? Он ждет, пока завершатся все Promises То есть, несмотря на то, что данный Promises у нас, допустим, идет всего лишь полусекунды При этом, Promise All будет ждать, пока выполнится последний Promises И уже потом нам выдаст массив результатов всех Promises То есть, если мы еще раз посмотрим, то все появляется только через 2 секунды При этом присутствует и другой метод, который называется PromiseRace И он работает немного иначе Он ждет, пока выполнится самый быстрый Promises из массива Если мы посмотрим, то вот через 500 миллисекунд у нас появляется done500 То есть, эти методы также присутствуют в Promises И порой это удобно для, допустим, загрузки, например, данных с сервера Следующая тема, которая тоже присутствует в ECMAScript новом Это структуры данных, которые называются Map и Set Здесь также у меня присутствует очень детальный ролик Длительный по всей тематике Map и Set Тем не менее, учитывая, что это у нас быстрый курс сейчас То давайте разберем и то, как работают данные структуры данных И за что они отвечают По сути, в JavaScript основной структурой данных являются либо массивы, либо объекты И Map и Set в данном случае являются более продвинутой репрезентацией и объектов, и массивов соответственно То есть давайте рассмотрим, как работает Map Мы можем создать любую переменную, называть ее можно как угодно И она определяется через конструктор глобального класса Map И Map является аналогом объекта, только более продвинутым То есть, например, в конструктор Map мы можем помещать начальное значение И оно должно быть представлено в формате Entries То есть мы уже это разбирали, когда мы говорили про объекты Но идея заключается в том, что это один массив И внутри содержатся маленькие массивы, где присутствует ключ и значение Например, A и значение единицы Да, если мы посмотрим сейчас на карту Ну, точнее, да, давайте лучше говорить на Map То мы видим, что в Map присутствует ключ A, который равняется единице Но если в объектах мы сразу же получаем доступ таким образом То в Map мы получаем доступ с помощью метода, например, get Мы получаем здесь единицу Также мы можем задавать какие-то свои новые значения с помощью метода set Например, B равняется двойке Мы можем чейнить задание новых значений То есть set нам возвращает сам Map И здесь есть также особенность Map в том, что ключами в Map может присутствовать Может являться чем угодно То есть, например, это могут быть пустые объекты, скажем Или, например, специальные значения ноты number Куда мы создадим значение number Это, конечно, безумие, но, тем не менее, это возможно Если мы посмотрим сейчас, например, на Map То вот мы получаем все равно нашу структуру данных Да, мы также можем получать ключ not a number И мы получим здесь строчку number То есть все это возможно Помимо этого в Map присутствуют еще удобные методы Такие как, например, clear, который позволяет полностью очистить весь Map Присутствуют вспомогательные методы, такие как, например, has Где мы можем проверить, а присутствует ли здесь ключ, например, 42 Да, и если мы это выведем в консоль То мы получим здесь false Да, однако, если мы зададим ключ 42 Допустим, demo То мы получим здесь true Да, потому что теперь такой ключ есть Также присутствует вспомогательный метод, позволяющий удалять нужные ключи Ну, например, я могу удалить ключ B Да, и метод delete нам возвращает boolean значение Которое говорит, успешно ли было удалено это или нет И мы можем смотреть на количество элементов внутри Map С помощью поля size Да, здесь мы получаем значение 3 А если мы не удаляем, то мы должны получить здесь значение 4 Также давайте я закомментирую все эти консоли, чтобы они нам не мешали Мы у Map можем вызывать вспомогательные методы, которые позволяют нам работать, например, с циклом for off Или, например, просто приводить это к определенному значению Да, то есть мы можем вызывать метод keys, метод entries и, например, метод values Как это было у объектов? Давайте посмотрим, что нам выдается Видно, что, например, keys это итератор и values это итератор Соответственно, мы можем их передавать в цикл for off и взаимодействовать с ними А на выходе мы получаем вот такие значения Да, это ключи, это значения Точнее, да, это ключи, это значения И entries нам возвращает просто формат объекта, но в формате entries То есть это массив, состоящий из массивов, где каждый массив представлен в виде двух элементов Первый элемент — это ключ, а второй элемент — это значение Теперь проговорим, что такое set И set в данном случае нам представляет как бы массив, но у него есть своя особенность Здесь я также создам переменную set у глобального класса set И в конструктор мы передаем набор значений Причем значения могут быть любыми типами Это могут быть объекты, это могут быть строчки, это могут быть числа Ну вот давайте, допустим, сюда передадим классическую последовательность Fibonacci И, например, я сделаю специально несколько дубликатов Скажем, 13, 13, 5, 8, 8 и так далее Теперь, если я посмотрю на set То на выходе я получаю все равно абсолютно чистую последовательность Fibonacci То есть set характерен тем, что в нем не содержится дубликатов И те вещи, которые являются дубликатами, set просто берет и автоматически удаляет При этом теперь у set также присутствуют более удобные методы для работы с ним Например, мы можем узнавать размер set Мы можем добавлять новые элементы Например, 13 плюс 8 будет 21 Мы можем также очищать set с помощью метода clear Мы можем удалять какие-либо элементы Допустим, элемент первый И смотреть на то, что такое set То есть все эти методы просто сделаны для удобства взаимодействия с данными И также у set для обратной совместимости с мэпами Присутствуют такие методы, как keys, values и entries Но они работают немного странно в данном случае То есть если, допустим, мы посмотрим на keys То это тоже итератор, позволяющий работать в цикле forof Но при этом он просто выдает нам нужные значения Значения самого set То есть никаких ключей у него на самом деле нет Потому что у него просто значения То же самое выдает метод values Да, и эти методы присутствуют только лишь для того, чтобы API был похож на карты Entries тоже нам выдает формат entries Но только здесь просто дублируются элементы Да, вы можете на это посмотреть Нам осталось две темы И предпоследняя тема очень интересная Называется рефлекты Reflect.js По сути рефлекты — это некоторое такое метапрограммирование в JavaScript И не то, чтобы оно принесло прям что-то новое Чего не было до этого в языке Но при этом рефлекты существенно структурировали большое количество функций Позволяющих работать с метаданными При этом действительно в рефлектах появились еще такие методы Которые достаточно новые И позволяют нам взаимодействовать с различными данными, объектами и так далее Давайте посмотрим на простом примере Как вообще все это работает То есть допустим я создам класс student И например я у него реализую конструктор Который будет принимать в себе поле name И переменная instance name будет задавать значение name И скажем у меня будет функция grid Которая будет в консоль выводить значение Привет My name is И сюда я буду передавать this name Мы знаем, что сейчас мы можем создавать инстансы Класса student через ключевое слово new То есть student равно new student и так далее Но при этом мы можем сделать это немного иначе Используя например рефлект И его метод, который называется construct Первым параметром это target функция И в нашем случае это класс student Вторым параметром мы принимаем массив тех аргументов Которые попадут в конструктор То есть если бы у нас здесь было бы несколько параметров Скажем name и age То в массив мы бы передавали два аргумента Но в нашем случае тот всего лишь имя Поэтому сюда я передаю Игорь Если мы посмотрим сейчас на студента То по сути это будет самым обычным объектом Который мы создавали бы через ключевое слово new Но при этом у метода reflect.construct Присутствует еще и третий параметр Который по сути будет являться прототипом Для нового созданного объекта То есть мы можем в этом убедиться Создав например класс прото-тюдент И например у него будет поле university Например со значением Oxford Если мы сейчас третьим параметром От сюда передадим прото-тюдент И посмотрим на самого студента То мы увидим, что он уже является Инстансом класса прото-тюдент Но если мы посмотрим чему равняется у него Поле прото Равняется ли оно допустим Прототипу класса student Как это в обычной жизни бывает Мы получим здесь false Но если мы сравним с прототипом Классом прото-тюдент То мы получим здесь true То есть в данном случае это работает Как object create Но при этом это уже более современный подход Я пока удалю третий параметр Также допустим давайте рассмотрим Несколько методов, которые есть в рефлекте Например reflect apply Который позволяет вызывать Какие-либо методы с нужным контекстом И с нужными параметрами Например у нас есть метод student grid Поэтому мы сюда можем передать student grid Не вызывая эту функцию Дальше сказать с каким контекстом Мы хотим это вызывать То есть в нашем случае Здесь у нас присутствует поле this name Поэтому мы можем передавать сюда Любой объект, у которого присутствует поле name Например tester И третий параметр Это набор аргументов Которые нужны для функции grid В нашем случае их нет Поэтому здесь у нас пустой массив Если я запущу код То я получаю здесь строчку My name is tester То есть мы запустили данный метод Но уже с помощью рефлекта Также допустим мы можем узнавать Какие есть собственные ключи У любых объектов Например с помощью метода onkeys Куда мы передаем нужный нам объект Так, я случайно запустил debug Поэтому просто еще раз запущу обычный рефлект И здесь мы получаем Допустим только поле name Потому что из собственных ключей У студента только поле name Например метод grid Он попадает уже в прототип То есть это работает корректно Также из интересного В рефлекте есть подобный функционал То есть допустим Учитывая что student Это у нас обычный объект То мы можем сделать Следующим образом Написать например Student age равно 25 Да, если мы посмотрим на студента То вот мы получаем его лог Да, где у него присутствует name Игорь И добавляется поле 25 То есть мы можем смело взаимодействовать С этим объектом И как-то его изменять Но на самом деле С помощью рефлекта Мы можем это блокировать Например мы можем обратиться К рефлекту И сказать что С помощью метода Prevent extensions Мы хотим заблокировать Модификацию объекта student И сейчас если я запущу скрипт То мы видим что Даже несмотря на то Что мы добавляем новое поле В студента Мы все равно здесь Его не получаем Потому что мы заблокировали Узнать Заблокирован ли объект Или нет Мы можем также С помощью рефлекта Вызвав метод Из extensible Student Да, и сейчас мы должны Здесь получить значение true Точнее наоборот Мы получаем здесь значение false Да, потому что Здесь мы спрашиваем Расширяемый ли объект Все правильно И последняя тема Которую мы разберем В рамках данного Большого видео Большого курса Это прокси Что касается прокси То сейчас вы увидите Подсказку Потому что я записывал Два больших ролика С полной теорией прокси И с практикой прокси Тем не менее Мы с вами рассмотрим Базовый функционал Того, как прокси работают Чтобы опять же Все это было в одном видео Если просто думать О прокси То по сути Это класс Позволяющий добавлять Определенные ловушки На любые объекты И давайте рассмотрим Какой-нибудь простой пример То есть Я могу создать Любой объект Я просто его сейчас вынесу Чтобы было более понятно Что происходит Допустим Я его назову валидатор Ну и вообще Понять В чем смысл прокси Зачем они нужны У объекта валидатора Это будет второй параметр Для прокси Я могу создавать Метод, например Get Который будет Отслеживать Получение каких-то данных Из нужного мне объекта Например Если я получаю Target И значение Prop Тут я могу написать Простую логику Скажем, что Если Свойство Находится В объекте Target То тогда Я просто буду возвращать Target По свойству Проб А иначе Я могу, допустим Придумать какое-то сообщение Скажем Допустим Давайте здесь мы используем Обратные кавычки То есть Напишем текст Здесь напишу Поле И дальше выведу Название Проб В объекте Нет Также я могу Создавать Ловушки Например Для Сеттеров И сейчас я объясню Вообще В чем отличие Например Прокси От Гетеров И сеттеров В мета Сеттеров Я также получаю Target Проб Но еще и определенные Значения Value И здесь я могу Устраивать Например Определенную Валидацию Скажем, что Если мы получаем Значение Value У которого Length Скажем Больше Двух То тогда Я могу В общем Без проблем Присвоить Это значение Уже Таргету Это я могу Сделать С помощью Например Reflect Set Target И сюда Просто передаю Параметры Prop И value Но Например В случае Если Длина У нас Не больше Двух То тогда Например Я могу Ввести Сообщение В консоль Скажем Длина Должна Быть Больше Двух Символов Например Сейчас И я покажу Длину Текущего Значения Да То есть Это некоторый Такой простой Амалок Валидации Теперь Допустим У меня Есть Объект Form И Например У него Есть Поле Login Которое Например Равняется Tester И Password Которое Равняется Строке 12345 И Теперь Применив Данный Объект Валидаторов Через Proxy Мы можем Работать С форме Более Удобно Как это Работает Значит Я могу Создать Любую Переменную Например Form Proxy И с помощью Класса Proxy Применяя К нему Оператор New Первым параметром Я сюда кидаю Тот объект За которым Мне необходимо Следить Допустим В моем случае Это Form А вторым А вторым Параметром Я кидаю Объект Proxy Хендлеров То есть Тех Ловушек Которые Характерны Для Proxy В моем Случае Это Валидатор И Теперь Вот что Интересно Если мы Посмотрим На то Что такое Form Proxy В Консоли То мы Увидим Что по сути У Form Proxy Присутствуют Все те же Самые Поля Что и Присутствуют У обычного Объекта Form Теперь Допустим Если я Попробую Получить Доступ До Поля Login То я Получаю Здесь Тестер И все Нормально Если я Пытаюсь Получить Доступ До Пароля То я Получаю Здесь Пароль Но Если Я Допустим Пытаюсь Получить Доступ До Несуществующих Полей Например Такие Как Node Допустим Давайте Придумаем Что-то Существующее Скажем Юзерней И запущу Прокси То мы Уже Получаем Какое-то Кастомное Сообщение Например Что Поле Юзерней В объекте Нет То есть Вызвался Метод Get И Отработала Эта Проверка И понятно Что Здесь Можно Добавлять Абсолютно Любой Функционал То же Самое Касается Например Метода Set То есть Если Я Допустим В форм Прокси Попытаюсь Изменить Пароль Например На значение 123 Давайте В строковом формате Чтобы у него была длина И запущу прокси То Все должно быть хорошо Да Давайте посмотрим На форм Прокси Паспорт Пароль Должен быть Изменен Да 123 Но при этом Если я допустим Изменю Длину пароля Чтобы валидация Не проходила То Мы получаем Сообщение Валидации Да Что Длина Должна быть Больше Двух символов Сейчас Два символа И Когда мы делаем Консоль лог Пароля То мы получаем Старое значение Да То есть Тем самым Мы воспользовались Валидацией Именно для Формы И Что клево Что сейчас По сути Мы можем В чем отличие От геттеров И сеттеров В том Что мы можем Применять Любые объекты В прокси Да При этом Набор правил Он остается Предыдущий Давайте Приведу еще Пример простой С использованием Прокси То есть Допустим Я создам Функцию Скажем Лог Который принимает Какое-то сообщение Которое мы хотим Вывести В консоль То есть Я пишу Лог Допустим Возьму его Так вот В квадратные скобки И сюда Я буду Передавать Message То есть Прокси Мы можем Ставить Для объектов Для функций Для классов Да Сейчас мы Рассмотрим Только функции Объекта И например Здесь я создам Переменную прокси Покажу Немного другой Синтаксис Это у нас будет Прокси Мы будем Ставить ловушки На функцию Lock И здесь Обратите внимание Что ее не нужно Вызывать И для функции Мы можем Определить метод Apply То есть Именно этот метод Будет вызван В том случае Если мы попытаемся Вызвать функцию Lock Допустим Здесь я могу Спросить Что если Скажем Длина Аргументов Здесь какие параметры Target Это непосредственно Та функция Которую мы хотим Вызвать ThisArgs Это Контекст И соответственно ArcArray Это Массив параметров Так вот Если допустим Массив параметров Равняется единице Что в нашем случае Как раз таки Валидно Потому что у нас Всего один аргумент Тогда мы можем С помощью рефлекта С помощью его метода Apply Просто передать В него все параметры И соответственно Вызвать этот метод То есть ThisArg И соответственно ArcArray Но иначе Мы допустим Можем Не вызывать этот метод И написать В консоли Количество Аргументов Не совпадает Теперь смотрите Мы можем Обращаться К прокси И это у нас Функция Которая по сути Равнозначна Функции Лог То есть Мы можем Ее вызвать Допустим Со значением CustomMessage Если посмотрим Консоли То мы получаем Обычный лог И все работает Прекрасно Но при этом Если мы попробуем Вызвать прокси Без параметров Например То мы получаем Здесь уже сообщение Что количество аргументов Не совпадает И функция Это не вызывается Либо же На опорот Мы сюда Передаем Больше параметров Как видите Все равно Функция не вызывается Потому что Валидация не проходит То есть Тем самым С прокси Мы можем Очень круто Защищать Большое количество Данных И придумывать Свой собственный Функционал И теперь Наконец-таки Мы разобрали Все темы Которые По сути Появлялись С 15-го года В языке JavaScript Я надеюсь Что Данное видео Вам помогло Разобраться С тем Что же было В каком порядке Оно было введено И как оно Связано С друг с другом Поэтому Если вам Подобный контент Действительно полезен То буду рад Если вы подпишетесь На меня В социальных сетях А также Вашим отзывам На ютубе Теперь я С вами прощаюсь Желаю вам Удачи И увидимся В других Роликах Пока Субтитры сделал DimaTorzok